Доброго времени суток, друзья! Мы продолжаем работу с блогом. И сегодня я познакомлю вас, как с помощью онлайн-сервиса Text.ru можно проверить вашу статью на уникальность. Ссылку на этот сайт вы найдёте под роликом в описании. Мы находимся на сайте онлайн-сервиса. Вот так он выглядит. Text.ru покажет процент уникальности текста. Глубокая и качественная проверка найдёт дубликаты и первоначальный текст. Эффективные алгоритмы позволят сделать проверку глубокой и точной. Автоматическая проверка орфографии подскажет, где были допущены ошибки. И всё это делается совершенно бесплатно. На рабочем столе у меня сохранён вордовский документ, в котором заранее был набран текст. И сейчас мы его проверим на уникальность. Копирую текст. И вставляю его вот в это окно. Нажимаю кнопку «Проверить на уникальность» и жду результатов. Ну вот, текст проверен. На это ушло чуть больше 4 минут. Давайте посмотрим, какие результаты выдал нам сервер. Проверка отобразила результаты сразу по нескольким блокам критериев. Начнём с проверки уникальности. Здесь определился процент уникальности текста. А также отобразился краткий список электронных адресов, где были обнаружены совпадения. Совпадающий контент подсвечивается. Под текстовым полем можно детально рассмотреть весь список электронных адресов с совпадающим контентом. Проверка орфографии. Здесь также отображён краткий список выявленных орфографических ошибок. Слова с ошибками также выделяются. При нажатии на выделенное слово сервер предложит список слов для исправления ошибки. Здесь можно выбрать подходящий вариант. Переходим к блоку SEO-анализа. В верхней части блока отображается информация о количестве символов, символов без пробелов, слов, а также процент заспамленности и воды. Под водой обозначаются празеологизмы, словесные обороты и смешанные слова, которые встречаются в тексте. В нижней части отображена более подробная информация, которая включает ключевые слова по группам и частоте. Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что при регистрации на сервисе у вас будут автоматически сняты ограничения проверки, предназначенные для гостей. И вы получите возможность проверять гораздо большее количество текстов с помощью сервиса Плагиат Онлайн. Вот и подошел к концу наш последний урок из серии «Создаем свой блог на блогере». За 10 уроков вы создали свой авторский блог, научились писать статьи, добавлять в них фотографии и видео. Сделали самостоятельно шапочку для блога, проверили свои тексты на уникальность. Надеюсь, что из моих роликов вы подчеркнули для себя массу полезной и нужной информации. С этим последним 10 роликом я хотела закончить эту серию обучающих видео. Но на мою почту или в скайп пришло немало просьб и предложения продолжения работы над этой темой. Я обязательно подумаю над этим. Выберу самые важные темы и сделаю новые записи в роликах. Тем, кто хочет пообщаться со мной лично, в описании ролика указаны мой скайп и почта. Отвечаю всем, кто обращается ко мне в подъем. Благодарю вас всех за внимание и терпение. С вами была Светлана Зарубина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok